Всем здорова агенты Valorant, с вами Арти и я всех вас поздравляю с выходом наконец-то рейтингового режима. Желаю вам отличных квалификационных игр и сильной команды. Сегодня я хотел бы рассмотреть видео одного известного стримера, известного игрока и ютубера. Его зовут Шрауд, его многие знают, он очень сильный игрок. На одном из своих стримов недавно Шрауд составил свой терлист агентов. И я хотел бы для вас сейчас его перевести и с вами это все обсудить. Желательно конечно в комментариях, поэтому после окончания ролика я буду ждать ваших комментариев, ваших лайков, ваших дизлайков. Ну а теперь давайте перейдем к нашему терлисту. Вы его сейчас видите на экране, про каждого агента отдельно Шрауд пояснил, мы сейчас попробуем это все разобрать. Рассмотрим S-тир. Сайфер дает очень много информации для команды, как и Сова. Сова также дает много информации, но при этом имеет высокий потенциал для убийства соперника, в отличие от Сайфера. Тут же находится естественно и Сейдж. Персонаж вообще, по мнению многих ютуберов и стримеров, имбалансный с его хилом, с ультимативной способностью, которая воскрешается, командника, с ее стеной, которой она может поднимать себя, поднимать других, загораживать проходы и с замедлением. То есть Сейдж это вообще идеальный агент, который должен находиться в каждой команде, в каждой катке. Перейдя к А-тиру, Бримстон имеет сильную Q, то есть Молик, как и Феникс, как и Бридж. Если комбинировать их с командными способностями, Феникс и Бридж в данном случае будут отличными инициаторами сражений, по мнению Шрауда. И получается так, что все перечисленные выше агенты, то есть Сайфер, Сейдж, Сова, Бримстон, Феникс и Бридж дополняют друг друга. То есть самый банальный пример. Сайфер или Сова дают команде информацию о том, где находятся враги, и дальше они все комбинируют свои способности. Допустим, Сейдж может кинуть замедление в сторону врага, куда далее Бримстон или Феникс будут кидать свои Молики. Это максимальная эффективная острота на данный момент. Вайпер же, по мнению Шрауда, тоже отличный выбор, но она очень ситуативная и менее эффективная, если брать тех же агентов, которые мы рассматривали выше. Джет, в свою очередь, хороша ультой, особенно на эко-раундах. Если ваш стиль игры агрессивный, то Джет отлично вам подойдет. Оман также имеет хороший ульт, по мнению Шрауда, но он бы скорее выбрал Бримстоуна, либо Бриджа с их ультимативными способностями, нежели Омана. А по поводу рейс не все так гладко. Шрауд считает, что единственная страшная способность у нее это ульт. Но также он уверен, что опытные игроки будут следить за наполнением сфер для ее ульты и выманивать ее атакующие способности, в первую очередь, которые легко будет контролировать. Его мнение схоже с моим по поводу меты. Она в любом случае будет меняться от патча к патчу. Казвалы часто ноют на форумах о том, что такая сильная рейс и требует ее фиксов, потому что каждая ее способность наносит сильный урон. И если ее понерфит еще раз, а потом еще раз, а потом еще раз, то она может сместиться еще ниже по терлисту и будет совсем уж не актуальным агентом. Я надеюсь, данный ролик вам помог разобраться, кого же осваивать в первую очередь. Также надеюсь, что видео вам понравилось, поэтому буду ждать какой-то активности и предлагаю всем в комментариях обсудить, какие же, по вашему мнению, агенты все-таки сильнее, какие слабее. А тебе, кто смотрел. Спасибо за просмотр.